Добрый день, уважаемые коллеги! Поставьте, пожалуйста, огонёк, нажмите, если меня видно и слышно. Хорошо, спасибо огромное! Итак, рада всех приветствовать на сегодняшнем вебинаре, который завершает серию вебинаров в этом учебном году. И я думаю, мы с вами поговорим об играх в обучении финансовой грамотности. Я сегодня сделала такой небольшой обзор игр, какие у нас игры есть по разным возрастам, по разным видам игр. Ну и жду ваши вопросы, постараюсь на них ответить, пожалуйста, в чате по ходу вебинара. Ну, постараюсь по ходу, если нет, то в конце вебинара ответить. Итак, для тех, кто впервые сегодня присоединился к нашей тематике, вебинары вот на площадке Директ Академии я веду уже в течение этого учебного года. И прошлый учебный год, полгода мы работали по тематике именно финансовой грамотности для преподавателей. И у меня есть уже сообщество, да, наше с вами сообщество. Я думаю, что многие присутствующие здесь уже участвуют в сообществе. И мы в течение года вот в сообществе, в постах, в ВКонтакте и в Фейсбуке как раз говорили очень много об играх. И опросы преподавателей в нашем сообществе говорят, что это очень интересная тема именно для обучения, тем более финансовой грамотности, потому что это достаточно сложное направление. Прежде всего, необходимо преподавателю самостоятельно в нем разобраться. Но обо мне можете почитать немножко в сообществах, можете вот здесь потом на презентации. Кратко очень у меня опыт работы в экономической сфере больше 20 лет. Я работала в ВУЗе, сейчас я в такой свободном режиме работаю, то есть занимаюсь научными исследованиями, консультационной деятельностью. Ну и вот работаю в один из проектов, это финансовая грамотность для педагогов и родителей. Поэтому приглашаю вас в наше сообщество, все ссылочки активны. В конце вебинара я эти ссылочки продублирую в чат. Итак, когда мы говорим о финансовой грамотности, все, кто был на наших предыдущих вебинарах, уже вот как бы зазубрили, наверное, я от вебинара к вебинару нормативные документы сохраняю, что-то обновляемое. Давайте поговорим, что же такое финансовая грамотность, почему она так актуальна. Так, ну технически, если вдруг звука нет, попробуйте перезагрузиться, возможно, с вашим вебинаром. И сигнальте, пожалуйста, в чат, если вдруг кому-то не слышно. Еще раз, хорошо, потому что, ну мало ли, вдруг какая-то связь оборвалась. Так, звук есть, Павел Юрьевич. Спасибо, чтобы я не отрывалась от вас. Хорошо, спасибо большое, тогда перезагрузите, у кого там пропадает звук. Итак, финансовая грамотность в Российской Федерации где-то в конец 90-х, начало 2000-х годов, особенно с 2007-2009 годов, разрабатывались сначала Минфином Российской Федерации, то есть программа, национальная программа повышения финансовой грамотности. А уже с сентября 2017 года у нас утверждена на уровне государства стратегия повышения финансовой грамотности, вы видите сейчас, до 2023 года. К этой стратегии разработан план мероприятий, дорожная карта. И уже в ФОВГОСы, то есть федеральные государственные стандарты, у нас добавлена, ну такая, назовем ее общая компетенция, уже статистика есть, я сегодня кратко покажу, по развитию финансовой грамотности и обучению именно в образовательных организациях. Во всех проектах в ГОС школьного образования эта компетенция реализуется в основном, ну как общепредметная, да, то есть в различных дисциплинах. Если говорить о дошкольном образовании, то у нас пока мы работаем по стандарту дошкольного образования 2013 года, который утвержден, там эта компетенция не прописана, но у нас есть курирующие организации Минфин и Банк России, которые занимаются именно сопровождением дошкольного образования, дошкольных педагогов курируют детские сады, ну и не только Банк России курирует и школы, и вузы, тоже у него есть опорные организации, и на сайте финансовая культура вы можете найти список этих организаций, кто включен в курируемые организации. Ну кроме этого, у нас есть многоуровневая система сопровождения педагогов, есть федеральные методические центры, которые занимаются повышением квалификации педагогов. Если мы говорим об общем образовании, среднепрофессиональном образовании, то это федеральный методический центр высшей школы экономики, можете на сайт, у нас сегодня там будет на него ссылка, но я думаю, те, кто со мной уже в течение года, вы знакомы с этим сайтом и центром. Есть региональные центры повышения финансовой грамотности, уже в рамках вот этих федеральных методических центров. Если мы говорим о высшем образовании, то мы говорим, вот я вижу, у нас здесь есть педагоги, которые занимаются в высшей школе, то есть высшим образованием, то федеральный методический центр, который сопровождает студентов и педагогов в рамках вот методической именно работы, это федеральный методический центр МГУ имени Ломоносова. И также в рамках этого федерального методического центра есть олимпиада по финансовой грамотности для студентов и курсы повышения именно для педагогов, вузовских педагогов. Также повышением финансовой грамотности занимается федеральный методический центр при финансовом университете и при Российской Академии Народного Хозяйства. Это вот всё, что сложилось уже за эти годы, то есть база у нас хорошая, у нас есть уже статистика по этой базе. Что касается дошкольного образования, то разработанные Министерством образования методические рекомендации для педагогических работников, ссылочка вот эта под седьмым пунктом. Для учителей у нас есть в рамках ВГОС, я думаю, что вы уже все знакомы в рамках своих дисциплин, что вы можете включать по финансовой грамотности. Ну и в рамках внеурочной деятельности все педагоги могут работать по темам финансовой грамотности. Что такое финансовая грамотность? Это наука, не касающаяся глобальных экономических таких понятий. Это наука на уровне каждого человека, то есть отдельного гражданина, который должен уметь в сегодняшнем меняющемся мире пользоваться финансовой информацией, во-первых, находить, знать, где первоисточники финансовой информации, знать, как отличить, допустим, фишинговый сайт от реального сайта. Это именно по финансовой безопасности. Уметь использовать эту финансовую информацию в своих целях, то есть уметь сравнивать, уметь принимать успешные решения, то есть в плане своего благосостояния. Ну и давайте немножко о статистике. У нас уровень финансовой грамотности. Мы уже говорили на прошлых вебинарах о международной методике финансовой грамотности. Это организация экономического развития и сотрудничества замеряет уровень финансовой грамотности и сравнивает страны по уровню финансовой грамотности. И мы, если по международным стандартам, то уровень нашей финансовой грамотности нашей страны, ну где-то там в районе девятого места. Уровень финансовой грамотности по индексу финансовой грамотности в 2020 году 12,4. И в рамках внутри нашей страны вот апробируется методика, которая разработана в 2017 году. И здесь уже стубальная методика. И вы видите на экране, что в 2020 году уровень финансовой грамотности, замер уровня финансовой грамотности 54, да, из 100. То есть нам есть куда стремиться. Но тем не менее половину мы уже освоили, да, то есть выросла осознанность граждан, то есть они знают, кто занимается защитой финансовых прав, знают, что необходима финансовая подушка. И прошлый год очень сильно нам показал вот в плане кризиса в целом мирового, что финансовая подушка просто необходима. И, конечно, минус, видите, что снизилась в целом, если вот внутри всех этих замеров, снизилась доля граждан, которые знают о государственной системе страхования. Ну, я думаю, что здесь сыграл и кризис, потому что страховать – это дополнительные расходы. Но если мы умеем пользоваться финансовыми инструментами, то кроме расходов мы знаем, что мы можем застраховать наше имущество, мы можем застраховать нашу жизнь, мы можем застраховать какие-то профессиональные риски. Те, кто получал кредиты в банках, знают, что без страховки сейчас не выдаются кредиты, особенно долгосрочное кредитование, ипотечное кредитование. Ну и давайте немножко по статистике. Вот в рамках замера финансовой грамотности со ссылками на исследования Российского технологического университета была собрана такая статистика по образовательным организациям. То есть где-то в среднем у нас по стране уже процентов 85 образовательных организаций, это всех уровней образования имеется в виду, включены в освоение, ну то есть в обучение детей основам финансовой грамотности. Если брать по дошкольникам, то есть по дошкольным учреждениям, посмотрите, пожалуйста, даже подчеркнула, что у нас игры сюжетно-ролевые и дидактические игры. Сейчас отвечу, Петр, на вопрос, постараюсь ответить, насколько я сейчас в рамках. Смотрите, игры у нас занимают наибольший отдельный вес именно в обучении дошкольников. Так и должно быть, потому что дети вообще воспринимают любое обучение, особенно дошкольники, в рамках игры, да, то есть обязательно проигрывание ситуаций. Если мы говорим о образовании в рамках школьного обучения, посмотрите, пожалуйста, у нас с вами отдельных курсов и дисциплин не так уж и много. Но, тем не менее, у нас уже очень большое количество школ участвуют во всероссийских олимпиадах по финансовой грамотности. Именно по финансовой грамотности. Почему? Потому что есть олимпиады экономические, где идет именно углубленное изучение экономических дисциплин. И в школах тоже есть, да, специализированные классы. А финансовая грамотность, она касается всех, она касается каждого человека. И у нас есть уже направление, мы в прошлых вебинарах затрагивали функциональная финансовая грамотность и замеры в рамках исследования ПИЗа, то есть в международных исследованиях проводятся замеры вот именно функциональной финансовой грамотности. И у наших школьников знания как бы есть, а вот умение пользоваться этими знаниями пока хромает. Поэтому во всех сейчас проектах в ГОС школьного образования финансовая грамотность прописана. Если вы пойдете в региональные институты развития образования и посмотрите методические рекомендации этих институтов, то вы увидите, что практически все институты прописали, как, в каких объемах, в рамках каких предметов и как лучше преподавать финансовую грамотность в школе. Это одно из направлений. Если вы пойдете на общий сайт Института развития образования, то вы увидите, что по функциональной грамотности у нас разработаны уже и задания, и проводилось обучение функциональной финансовой грамотности преподавателей в рамках марафона «Я учитель». Вот уже несколько запусков этого марафона было. Поэтому здесь, я думаю, для педагогов тоже очень огромное подспорье в качестве методического сопровождения есть не только от методических центров, но и от институтов регионального развития образования. Если говорить о... Ага, я сюда не вынесла высшее образование, да, слайдик. Ну, давайте тогда полную презентацию вы сможете увидеть на сайте. Так. В наших группах я вывешу полную презентацию. Я обычно после вебинаров сразу вывешиваю в PDF-файле презентацию. И ссылочка, вот пройдите по ссылочке, да, то есть исследование на сайте Центрального банка России, оно есть. И можете увидеть по вузовскому образованию. Если брать среднепрофессиональное образование, то там практически больше 50 уже процентов внедряют курсы по финансовой грамотности, причем объемом более 36 часов. В рамках вузовского образования тоже отдельные курсы, но наибольший удельный вес, если брать по видам образовательных мероприятий, занимают в вузе, например, лекции и очень малую долю проекты, проектное образование. И, ну, там не отражены именно в рамках других мероприятий. Я думаю, что, наверное, там есть игры. Итак, давайте перейдем уже к играм. Что же такое игры, да? То есть здесь история развития игр начинается с истории, наверное, развития человека, с истории развития философии. То есть в первую очередь об играх заговорили философы. И если вы хотите, ну, такой более полный обзор, мы здесь все с вами педагоги, и педагогику психологию, и педагогику игры, мы, я думаю, что все изучали. Ну, вот мне понравилась такая обзорная монография. Вот причем здесь по ссылочке в этой библиотеке она доступна. Ну, она отсканирована без, возможно, там приложений, но текстом мне из таких вот обзорных именно монографий и книг ну, наиболее понравилась вот педагогика игры, теория, история, практики, где действительно сделан обзор, начиная от древнегреческих философов, как они воспринимали игры, затрагивая философию уже 18 века, немецких философов, и говорится уже о педагогике, наших педагогах. Ну, даже если взять известного педагога, психолога Сухомлинского или Макаренко, то есть все они говорили о том, что с детьми нужно играть, что именно игра – это и есть мир ребенка. Если мы хотим до этого мира достучаться и быть с ним на одной волне, то, естественно, нам нужно использовать в качестве образовательных технологий игры. Давайте просто напомним себе, для чего мы вообще используем педагогические технологии, в том числе игровые технологии, из чего мы… Я нацеливаю вас всегда анализировать, как нам разработать игру. То есть в первую очередь мы ставим себе цель, а для чего мы ее разрабатываем. То есть цель нашего обучения. И уже под эту цель мы выбираем различные технологии, в том числе и игры. Возможно, некоторые цели и не нуждаются в игровой технологии. Хотя, если говорить о дошкольниках, я думаю, любую тематику мы можем раскрыть именно через игру. Ну и как пример, то есть мы поставили цель, мы запланировали какие-то для себя направления. Ну вот если говорить об игре, мы, возможно, опробировали сначала эту игру на какой-то небольшой группе, вплоть до того, что я, например, опробирую иногда на своих детях, то есть на дочке и ее друзья-подруге. То есть мы, если разрабатываем какую-то игру, сначала мы пробуем сами, а потом уже рекомендуем другим. И, естественно, смотрите, когда вы проиграли с детьми, нельзя закончить просто игру. Выиграл или победил, или проиграл. Всегда нужен анализ результатов. А почему ты выиграл? А на основании чего ты? Ну то есть вот всегда нужна рефлексия, как говорят в обучении взрослых. То есть всегда нужно педагогу направлять детей, и чтобы они делали для себя выводы. Поэтому вот я думаю, что по такой схеме любая вообще обучающая, не только игровая технология, любое обучение движется примерно по таким направлениям. Ну и давайте как бы сделаем такой небольшой обзор сначала по возрасту. Я знаю, что у нас, наверное, здесь педагогов дошкольного образования больше всего обычно бывает на вебинарах. Но сегодня я не буду опрос проводить. Но в группе и всегда на вебинарах, когда я провожу опросы, у нас больше всего у нас педагогов-дошкольников. Но я сегодня видела и не только детские сады, я видела и школьных учителей, и педагогов вузов тоже. Ну давайте начнем с дошкольников. Так, и если можно в чате, вот пока я еще там не обозначала игры, вот от дошкольных педагогов, в какие игры, поделитесь, пожалуйста, в какие игры вы играете, ну просто краткое хотя бы название, то есть созвучно или нет, это будет тем, тому, какие направления я здесь обозначила. В какие игры вы играете с вашими дошкольниками и на ваш взгляд они именно затрагивают вопросы финансовой грамотности. То есть как мы вообще понимаем, что мы обучаем ребенка именно финансовой грамотности. Да, да, Оксана, согласна. Так, магазин, да, вот точно самый такой распространенный магазин, супермаркет, отлично. Но думаю, что мы можем поиграть не только в магазин. Да, чтобы играть в магазин, мы о чем говорим? О том, что ребенок уже в принципе, да, и в кафе есть. Да, точно, Елена, да. У меня все они есть, вот даже уже на слайде. Но, смотрите, к чему я всегда призываю, почему я здесь, вот, кстати, здесь я сделала сразу ссылку на нашу группу и на пост. В начале июня я делала такой небольшой пост по, ну, как бы, в помощь педагогов, да, мы назвали рубрику «Методическое сопровождение». Смотрите, когда мы говорим о том, что мы хотим кого-то чему-то обучить. Ну, прежде всего, мы должны сами в этом разбираться. С чего мы начинаем? Я всегда советую начать с себя, то есть с диагностики себя, да, все ли я понимаю в этой теме. Чтобы обучить ребенка, ну, допустим, вот тема «деньги», чтобы обучить ребенка теме «деньги», вот такое глобальное, нужно понять, чему мы хотим его обучить, вот на уровне 5-7 лет, в чем ребенок должен разбираться. Ребенок должен понимать вообще, что такое деньги, да, то есть откуда они появились. И я бы здесь советовала играть сначала не просто в магазин, можно, конечно, и с магазина начать, но я бы посоветовала, ну, какие-то такие самые элементарные игры, ну, на уровне понятия детей, да, то есть дети, а вот подумайте, чего вы хотите, вот, ну, предложить им там на выбор, не знаю, какие-то игрушки, и предложить каждому определиться, какую игрушку он хочет, и поиграть в такую игру «обмен». То есть нет денег. То есть вот я хочу, допустим, там слоненга, а Маша хочет, там, я не знаю, пистолет, ну, или, допустим, Петя хочет пистолет, а Маша хочет, там, динозавра, а Вася хочет робота. И вот дать каждому ребёнку эти игры, ну, не те, которые они хотят, а, ну, наоборот, вот, вот распределить по-другому и сказать им, а теперь попытайтесь вот обменяться, кто что хочет. И сразу же дети столкнутся с тем, что напрямую, да, вот с ребёнком, например, Маша хочет, там, не знаю, куклу, а Вася хочет робота, они не смогут обменяться. То есть должен быть какой-то промежуточный обмен. И в каждой игре мы, конечно, кроме того, что мы там обучаем финансовой грамотности, мы обучаем детей, во-первых, познавательная деятельность, да, во-вторых, мы обучаем, то есть социализируем детей, то есть они учатся навыкам, мягким навыкам, навыкам общения, и учатся они этому с самого своего рождения, сначала с родителями, потом со сверстниками в детском саду, ну, и так далее, да, то есть выходят в жизнь уже, по идее должны обладать именно вот этими мягкими навыками общения, то есть умение договариваться. И вот эта игра обмена, она, ну, покажет вот на таком уровне, как дети договариваются. И мы говорим о том, что можно здесь как бы кратко какое-то путешествие в историю денег сделать на уровне вот этих малышей, что деньги были не всегда, да, мы не всегда могли, люди не всегда могли удовлетворить свои потребности при помощи денег. До этого люди очень много веков, очень много веков изобретали деньги и использовали вместо денег различные предметы, да, то есть если первобытно общинный строй взять, то есть когда мы научились добывать там, ну, не мы, а наши далекие предки, если судить, да, по истории, которая описана у нас, ну, взята как бы за основу, что сначала мы были первобытно общинными, наши предки потом развивались в дальнейшем, социализировались, то когда человек, произошло разделение труда, то что произошло? У людей появились потребности в различных вещах, продуктах, да, и их нужно было обменивать. И так люди научились потихоньку обменивать и пришли к изобретению денег, как такого универсального товара, который можно обменять на все, и, да, отлично, спасибо большое, здесь у нас такой чат уже очень, да, здесь и спектакли, и ярмарки, вижу, да, сейчас немного отвлекусь, и наборы, вот Петр у нас, Королев активно общается. Да, в три года у нас что мы покупаем? Ну, часто кассы, да, магазины, у нас в магазинах сейчас достаточно большой набор, то есть когда мы говорим об игре, мы говорим еще об игровом оборудовании всегда, да, которое должно соответствовать, ну, реальной жизни. Поэтому, когда мы говорим об игре, то я бы, вот еще раз говорю, начала бы с обмена, да, с такого, ну, мини-такого игрового обмена, то есть научить детей обмениваться без денег, а дальше подвести их к тому, что вот появились деньги, и если вы хотите что-то, вы можете попытаться, да, это купить. И мы говорим о магазине, но чтобы идти в магазин, кроме обмена, да, у нас еще есть размен, да, то есть мы должны познакомить детей с купюрами, и вот здесь для дошкольных педагогов очень хорошее пособие будет именно парциальная программа, примерная парциальная программа Банка России, она доступна для скачивания полностью со всеми методическим и раздаточным сопровождением на сайте финансовая культура. У меня там дальше на слайдах есть ссылочки на этот сайт. Это для тех, кто впервые сегодня у нас присутствует, для тех, кто у меня в группе или на наших вебинарах уже был, мы не раз уже говорили об этой программе. Так вот, там очень хорошо именно есть раздаточный материал по основным купюрам именно для дошкольников, да, это программа для дошкольников, которая знакомит детей с купюрами, не игровыми купюрами, а реальными купюрами, то есть, ну, можно как-то это, я думаю, что распечатать и показать детям, чтобы не показывать реальные деньги, да, потому что, ну, чисто с гигиенической точки зрения. То есть, дети должны научиться видеть сам вид денег, что они бывают у нас бумажные, бывают монеты, и уже потом мы говорим о магазине. Можно в разных вариантах обыграть магазин, то есть и просто разделить на команды детей и попросить их, ну, это уже дети, я думаю, постарше, да, то есть, с шести именно, семи лет, когда они отправляются в магазин, там, со списком продуктов. Не все родители, допустим, привлекают детей к покупкам в магазине, многие родители вообще детей в магазин не берут, поэтому, я думаю, детский сад, ну, как бы так чуть-чуть подтолкнет, и дети потом будут рассказывать родителям, да, и вот если с точки зрения, мы говорим о покупках, потребностях здесь, желаниях, бюджете, можно вообще устроить эту игру вместе с родителями на каком-нибудь празднике, да, такой мини-праздник, или на родительском собрании, если вы такие формы проводите. Сейчас, конечно, это немного затруднено в условиях пандемии, но вот многие... Раньше у меня дочка в саду обучалась, мы играли, родители участвовали в садовских мероприятиях, поэтому я думаю, что это тоже, ну, возможно обыграть. Можно просто с детьми сначала оборудовать магазин, можно с магазином познакомить, когда вы знакомитесь с профессиями, и вот в парциальной программе Банка России тоже очень хорошо именно освещены разные игры по профессиям, то есть детей сначала подвести к этой игре, и потом уже, да, магазин – это интересная игра, можно, еще раз говорю, обыгрывать его по-разному. И в зависимости от цели, то есть чему вы хотите научить детей, то есть вы хотите научить детей делать покупки, разумные покупки, да, то есть обсудить здесь вот, проиграть потребности, желания, ну и можно здесь же уже обыграть жадность, щедрость, бедность, богатство и затронуть темы, долги, займы, то есть всегда ли мы можем позволить себе все купить, нужно ли это позволять, и вот уже дети, там, подготовительные группы обязательно знакомить их с понятиями долг-займ. Откуда я взяла вот эти все понятия? Смотрите, для тех, кто у нас присутствует на вебинаре впервые, у нас есть, еще раз вас отправляю, к нормативным актам, пункт 7, методические рекомендации для педагогов. Там все термины, которые должны знать дети 5-6 лет и 6-7 лет, они описаны именно в методических рекомендациях очень подробно. Ссылки вот здесь, смотрите, я примерные перевела, вот она, парциальная программа Банка России, я здесь его на первом месте поставила. Ну и давайте по играм, я так, ну, скрины сделала, там ссылочки все эти здесь внизу и в том списке есть. Банк России на сайте, есть отдельный сайт, долг-игра называется, то есть детский отдых, да, то есть обычно эти игры используют там в детских лагерях, но много игр размещено. Для дошкольников, конечно, ну, может быть не в таком объеме, но тем не менее. На сайте долг-игры есть игра для детей, настольная именно игра, нужно распечатывать, то есть здесь вы можете скачать все материалы игры, распечатать и поле игры, и правила, и сценарии, и весь раздаточный материал, который нужен, и даже можете заполнить отчет по проведенной игре, приложить фото и получить потом сертификат о том, что вы участвовали. Я вот здесь, если присутствует, видела в одной из групп по финансовой грамотности, что администратор группы, руководитель группы принимает участие в этом проекте. Кто-то еще принимает участие в проекте долг-игра? Да, вот сорока карту потеряла, там раскраски, там не игра, но тоже можно обыграть, да, в виде какого-то игры, кто быстрее раскрасит, на группы поделиться и так далее. То есть все зависит от педагога и от его целей. Так, у нас уже времени хотелось как можно больше посвятить. Смотрите, если брать, вот я там озвучивала в рамках вебинара браузерные игры, то есть это обычные компьютерные игры, когда вы можете зайти не с телефона, допустим, а поиграть с компьютера. Ну, это вот называется браузерные игры для детей, то есть там, я не знаю, в Яндексе или в браузере, ну, хотя с планшета, я думаю, тоже можно зайти и проиграть. На сайте финансовая культура есть такая игра «Тайно потерянной копилки». Ну, может быть, детям будет интересно поиграть. Это, я думаю, что больше уже не в рамках именно дошкольного, ну, вот как бы сопровождения педагога, а здесь ближе к родителям. Если вот интересно, то родителям можно порекомендовать детям поиграть в такую игру. Она идет там у уровней игры. Ну, хотя, как бы, такой глубокой вот цели обучения я не увидела, но, тем не менее, может быть, просто данная игра нам с дочкой не совсем подошла, поэтому, ну, мы поиграли, но я не скажу, что прям сильно увлекла. Но, тем не менее, как пример браузерной игры, такая игра есть. А вот такие браузерные игры для детей, они более интересны. Смотрите, есть направление финансовой грамотности и методическое сопровождение. Отдельная программа «Сбербанка». У него есть фонд «Вклад в будущее». Страничка вот здесь на навигатор этого фонда я вам оставляю. И вот браузерная игра «Мой первый ресторан». Есть таких игр очень много. Смотрите, вот, ну, я сужу по дочке, по ее ровесникам. Они очень любят играть, там, фирма, различные интерпретации этих игр, там, кафе. Вот здесь «Мой первый ресторан». То есть, когда уже есть в игре, это все компьютерные игры. Конечно, в садике в эти игры не поиграешь. Но я сейчас к вам обращаюсь, ну, допустим, как к родителям, да, у которых есть дети. То есть, вот такие игры, они дают детям сразу представление о том, что, во-первых, профессии разные бывают, да, то есть, и о том, как зарабатываются деньги. Что деньги мы зарабатываем непросто, ну, то есть, они с неба нам не достаются. То есть, здесь вот можно при помощи этих игр посвящать в профессии детей. Ну, и для дошкольников, то есть, здесь вот одна из таких программ, которая уже опробирована, это издательство «Витапресс». Вы видите, здесь ссылочки не привела, но если вы наберете в поисковиках, вы эти книги найдете. То есть, то, что рекомендовано уже на уровне таких методических центров, это программа «Занимательные финансы». Вот есть у этих авторов и игры, и спектакли, да, постановочные, именно игровые такие сценарии. Я думаю, что для именно педагогов-дошкольников эти пособия будут интересны. Есть, да, давайте перейдем к школьникам, чтобы мы могли уложиться в рамках вебинара. Смотрите, когда мы говорим о младших школьниках, то основные такие понятия и знания, и умения уже повышаются уровень. То есть, ребёнок идёт в школу, у него появляются, ну, у некоторых, там, я не знаю, с 7-6 лет появляются карманные деньги. Ну, и дети с разными возрастами в школу идут. Ну, где-то с 6-7 лет у ребёнка должны появляться, вот, по мнению психологов, экономистов, ну, вообще, вот, людей, которые уже прошли это всё, что у ребёнка должны быть карманные деньги. Иначе как он научится вообще с этими деньгами обращаться? То есть, те семьи, которые, ну, говорят себе, что мы не можем позволить карманные деньги, я думаю, что это ошибочно. Любая семья в своём бюджете может выделить какой-то минимум, может привлекать ребёнка к участию в бюджете семьи, в планировании, пусть не на полном уровне, да, то есть, конечно, есть ограничения, но, тем не менее, какие-то решения ребёнок должен научиться принимать. Ну, естественно, в этом возрасте детям интересно знать все виды денег, да, то есть, ну, вот, допустим, мы с ребёнком открыли пластиковую карту, изучали долго в каком банке какие-то виды пластиковых карт, а сейчас подходим там, допустим, что такое накопительный счёт, что такое вообще банковский вклад. Вот, и самое главное, вот у нас здесь был вопрос, да, я сейчас пропустила, вот здесь хочу к нему вернуться, по поводу финансового мошенничества. Так, от Петра Королёва был вопрос финансовой кибератаки, да, уровень грамотности у наших граждан вырос. Я думаю, что вырос, вот на этот вопрос, Пётр, можно пойти на сайт Национального исследовательского центра НАФИ, у них есть как раз-таки в ноябре прошлого года они вывесили исследование по поводу цифровой финансовой грамотности россиян, и сразу, сейчас цифры вот прям вам не приведу, но сейчас я вам даже ссылочку сброшу, посмотрите, вот на сайте этого центра, если в поисковике забьёте, то вы увидите уровень исследования именно по уровню финансовой грамотности, и что уровень цифровой финансовой грамотности россиян достаточно повысился, да, то есть особенно если мы для взрослых вот по финансовому мошенничеству поговорим. Так, сейчас, секунду, вернусь. То есть цель, вот именно основы финансовой безопасности, то как только у ребёнка появляются деньги, я думаю, что эта тема достаточно актуальна становится, то есть как, ну, во-первых, самое элементарное, не потерять эти деньги, как хранить данные, если мы говорим о пластиковых картах, как у нас сохранить эти деньги на своей карте, как не рассказывать о разных кодах, да, то есть о персональных данных и так далее, я думаю, что это уже для младших школьников актуальная тема. И вы можете для школ, я уже говорила, методические материалы все для педагогов на сайте Высшей школы экономики Федерального методического центра по финансовой грамотности, вот здесь первая ссылочка, там вы найдёте огромное количество материалов именно для школьных учителей, для учителей среднего профессионального, ну, педагогов среднего профессионального образования, большой опыт различных регионов, различных преподавателей, всё на этом сайте есть. Дальше картотека игр по финансовой грамотности в социальной сети педагогов можно тоже найти, и мы говорим об игре приключения «Не в деньгах счастья», здесь я бы немножко о ней подробнее, ну, давайте сейчас до неё дойдём, вот из настольных игр для младших школьников, которые, ну, классика, да, то есть я когда была ребёнком, я вам сразу скажу, я тоже играла в «Монополию», потому что «Монополия», она создана достаточно давно, эта игра, сейчас её огромное количество разных вариаций, я в детстве помню, что играла, ну, вот в начальную школу, да, начальную школу мы где-то были, и мы играли в «Монополию», приобретали там предприятия, сейчас разные варианты, ну, вот, например, у нас дома есть «Монополия», подарили дочке, кстати, в этом году «Монополию», и она трактуется как «Монополия», как здесь на картинке для детей 8+, плюс это игра «Покупка здесь улиц», да, то есть, причём берётся Москва, улицы, отели, дома и так далее, и вот на примере этой игры ребёнку можно не рассказывать, да, он в рамках этой игры сам погружается в эту игру, ему всё интереснее становится, он задаёт множество вопросов. Эта игра развивает сразу, ну, множество направлений, во-первых, можно проработать именно денежные установки, они у нас с вами, кстати, ну, не у всех правильные, да, с детства, потому что вот эти понятия там «денег нет», «деньги нужно копить», «не в деньгах счастье», не всегда эти установки, они верны, и психологи вам это могут подтвердить. Сейчас очень много программ различных психологов, различных направлений, которые начинаются именно с проработки вот этих вот денежных отношений. И здесь в игре с ребёнком можно тоже поработать вот с этих позиций тоже, что да, за деньги не всё купишь, но с деньгами гораздо интереснее, да, но не всё от нас зависит, потому что здесь игра, здесь игровая ситуация, она как и в жизни, то есть удача, всё здесь прорабатывается. Плюс математика, да, то есть ребёнок сразу видит разные купюры, учится считать, тем более если в роли банкира. Я думаю, что здесь от 8 лет действительно ребёнку уже становится интересно. Но опять-таки нужно смотреть на детей, не всем детям подходят одни и те же игры. Есть игры, которые разработаны в рамках уже повышения финансовой грамотности и опробированы, протестированы и разрешены, да, в образовательных организациях. Вот, например, тренинг «Игра счастья». Она есть в нескольких вариациях, то есть 9 плюс есть здесь для младших школьников, но она же есть и в варианте 14 плюс, то есть здесь игровое поле, здесь ребёнок погружается уже, ну, скажем так, во взрослую жизнь, тоже наподобие игры «Монополия», да, только здесь, ну, немножко другие варианты игры. Кроме этого, у нас вот в рамках этой же игры есть «Умное счастье». Я думаю, что младшим школьникам тоже будет интересно. Здесь интерактивный пол, то есть здесь нужен проектор. На сайте вы можете посмотреть видео, как играют дети, то есть здесь уже командная игра, когда несколько команд могут проигрывать. И если мы говорим, ну, о таких тоже интеллектуальных соревнованиях для школьников, младших школьников, можно поиграть в ребусы. Ну, здесь ребусы различного уровня сложности. Вы видите, это на тоже сайте курируемая, да, то есть вот «Долл. Игра». Это всё курируется Банком России, то есть вы ссылку увидите на сайте «Финансовая культура», можете перейти уже потом на сайт «Долл. Игра». И какой здесь плюс, вы видите вверху, да, я здесь специально сняла с меню сайта, то есть расписание вебинаров. Вы, кстати, там ближайший вебинар 22 июня будут проводить в рамках вот знакомства детей с... Не детей, извините, педагогов с играми, с различными играми. Вы здесь можете скачать все игры, заполнить потом отчёты по проведённым играм, рецензию написать, ну, и получить сертификат того, что вы проводили игру и участвовали. 22 июня. Вот если вы по этой ссылочке зайдёте и зайдёте в расписание вебинаров от Банка России, там вы найдёте, можете зарегистрироваться. Пётр, вот зайдите на сайт, зайдите в расписание вебинаров, и напротив даты можете нажать «Зарегистрироваться». Там нужно будет только единственное, что на сайте авторизироваться, и вам потом на почту придёт ссылочка о том, что вы будете участвовать в вебинаре. И там, я думаю, много ещё интересного себе найдёте. Теперь ещё раз хочу поговорить о фонде Сбербанка «Вклад в будущее». У них есть, сейчас они создали отдельный навигатор. У нас в группе, я очень много делала обзоров различных игр, прям по отдельным играм. Если вы пройдёте, там в начале года у меня очень много постов было по обзору игр от фонда «Вклад в будущее». Поэтому ещё раз приглашаю вас в свои группы и в Фейсбуке, и ВКонтакте, кому как удобнее «Финансовая грамотность для педагогов и родителей». Я так расширила чуть-чуть наименование групп. И вот одна из игр «Бизнес-идея». То есть вы видите уже, я вам показала классику «Монополия», вы видите, что все остальные игры, в принципе, они будут напоминать «Монополию», но просто в различных других вариантах. Здесь у всех начальный стартовый капитал, как и в «Монополии», и все должны что-то покупать, приобретать, то есть зарабатывать, учиться зарабатывать денег. То есть бюджетная альтернатива, то есть эти игры вы можете скачать. Они на сайте, возможно, ну вот здесь как бы не вижу, да, видите, в рублях здесь игра, она без денег. То есть я думаю, что здесь вы просто скачиваете материалы, потому что очень много игр, где вы можете просто скачать саму игру, распечатать, можно в типографии распечатать. И еще хочу вернуться сейчас вот здесь по ссылочкам. Смотрите, так, у меня чего-то презентация убежала на слайды. Здесь есть ссылочка на финфаб, то есть комплекс подвижных игр по финансовой грамотности от портала «Хочу, могу, знаю». Если вы зайдете на портал «Хочу, могу, знаю», то вы можете там скачать. То есть я здесь сразу дала ссылку на Яндекс.Диск, и здесь вот эти игры, они там от 2 по 7 класс. Разные варианты, тоже со сценариями, с методическими рекомендациями, с раздаточным материалом. Очень большое количество игр, там порядка, я не знаю, 20-30 игр тоже можно скачать. Они подойдут и для младших школьников, и, естественно, для средних классов. Так, а мы идем дальше. Мы идем к играм для школьников 5-8 классов. Когда мы говорим о школьниках 5-8 классов, то есть они уже приближаются к взрослому периоду, то детям уже интересно, конечно, как научиться самим зарабатывать деньги, что такое предприниматели, какие вообще можно уже, тем более, что гражданский кодекс у нас что говорит, что с 14 лет дети в принципе могут заниматься предпринимательской деятельностью, многие школьники блоги свои ведут, многие школьники там, я не знаю, приложения разрабатывают и так далее. То есть пытаются уже монетизировать какие-то свои знания. И если возьмем мировой опыт, да, историю предпринимательства среди школьников, то мы увидим, что очень много, ну, скажем так, не прямо много, да, но мы увидим истории даже миллионеров, которые именно вот в этом возрасте дети начинали зарабатывать не просто первый капитал, а становились значительно, ну, скажем так, финансово состоятельными. В этом же возрасте школьники начинают активно изучать инвестиции, но инвестировать им в этом возрасте еще нельзя, да, то есть по гражданскому законодательству, несмотря на то, что они что у нас, паспорт уже получили, они могут открывать вклады, но с вкладами, да, помните, есть нюанс, что вклады дети могут открывать, но снимать вклады очень потом сложно, то есть только с разрешения органов опеки можно деньги снять вот со счета подростка, либо он потом без всяких препонов может их сам снять с 18 лет, либо с кучей разрешений, если с 14 лет открыли именно вклад. Поэтому многие открывают просто накопительные какие-то, ну, счета, но не делают вклады. Итак, когда мы говорим для пятых-седьмых классов, вот я еще раз привела здесь финкап, да, то есть есть еще из мобильных игр, мобильное приложение Монеткины, и также на сайте Долу Игры, вот, и есть, смотрите, я здесь начну с 6 класса где-то, на сайте образовательного проекта ПАК, там очень много направлений, мы на прошлых вебинарах рассматривали, есть огромное количество игр, деловых игр со сценариями, с рекомендациями, как проводить эти игры, с раздаточными материалами и с видеоинструкциями, и есть два направления игр. В этом возрасте детям очень интересно, это сами деловые игры, когда мы можем командами там разделяться, играть, а есть станционные игры, это одна из разновидностей игр командных, то есть когда можно разделить на команды, и еще команды будут, ну, как бы путешествовать, ну, в виде таких квестов, да, то есть по станциям, различным станциям, и финансовые грамотности, вот финансовые фестивали очень любят проводить именно в рамках вот этих станционных игр, ссылочки все активны. Если брать Банк России, то вот и проект «Долл. Игра», интересная настольная игра есть в финансике, здесь именно с точки зрения уже не монополии, а отработки финансовых терминов, то есть на знание финансовых терминов. Причем вот такой тип игры можно разработать самостоятельно, ну, в зависимости от возраста. Я думаю, что для дошкольников тоже можно взять какие-то термины и в рамках, ну, по типу этой игры разработать какую-то свою игру. Мне очень понравилась, да, для школьников вот такая игра, она идет как 12 плюс игра, то есть здесь такая компьютерная игра, ну, скажем так, браузерная, да, вы можете зайти с компьютера. Так, а ссылочку я вам дала? Нет? Так, 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 не вижу на эту игру. У меня почему-то ссылочка не сработала. Сейчас вам сброшу тогда в браузер. Почему-то у меня перезагружало компьютер, видимо. Так, это, ну, такая игра, она не говорится, что она по финансовой грамотности, но я бы ее сюда именно как по финансовой грамотности. Почему? Вот сейчас я вам сброшу сразу ссылку сюда в чат. Смотрите, ссылочка. А, это игра. Почему? Потому что финансовая грамотность неразрывно связана у нас с чем? С потреблением ресурсов, правильно? И с экономией ресурсов. То есть мы сразу учимся смотреть семейные, то есть регулировать семейные бюджеты в части коммунальных платежей тоже. Игра очень информативна, очень интересна. Здесь тоже турниры на сайте проводятся по этой игре. Я думаю, что школьникам здесь уже будет очень интересно. Кроме этого, я говорила о станционных играх. Смотрите, здесь для пятых-шестых классов игры, распродажа Евротру, тур, а для седьмых-восьмых реклама, побег из долговой ямы, тоже Евротур, ну, то есть путешествия. Найдете сразу здесь, зайдете и сценарии. И в этом проекте очень большая поддержка педагогов. Есть сообщество педагогов образовательного проекта ПАК, есть группа ВКонтакте, есть встречи педагогов. То есть тоже можете присоединяться. Я думаю, что это именно школьным учителям будет очень интересно. Так, и уже переходя к старшеклассникам, ну, то есть к выпускникам, я бы ориентировала учителей именно по финансовой грамотности. Мы сейчас, я не говорю об экономическом классе, потому что, в принципе, эту тематику и в экономическом классике. Да, 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 вот она. Наталья пишет. Лагерь, игры прошли. Да, я сегодня делаю такой общий обзор. Я рада, что уже многие с этими играми знакомы. Ну, для многих, я думаю, что тоже что-то интересное. Подсказывайте, если вдруг я какие-то ресурсы пропускаю, ну, я стараюсь как бы все ресурсы по максимуму обзор делать именно вот по финансовой грамотности. Смотрите, для старшеклассников я вас ориентирую все-таки уже на предметные области финансовой грамотности. В рамках, разработана рамка финансовой компетентности, да, и мы говорим о том, что, да, и Светлана, вот я видела, да, Светлана, я ваш сертификат видела, что вы именно в дол-игре участвовали, вам выдали именно сертификат как игропрактику. Мы подходим к взрослому возрасту. Дети, которые заканчивают 9 класс, они многие уже уходят во взрослую жизнь, то есть идут получать среднепрофессиональное образование. Естественно, они должны ориентироваться и уметь принимать финансовые решения. То есть не просто знать эти темы, а уже планировать свой финансовый бюджет, ставить финансовые цели, достигать этих финансовых целей, да, то есть делать какие-то, ну, скажем так, личные сбережения, накопления и уметь владеть уже финансовыми инструментами. То есть знать не просто виды вкладов кредитования, а уметь просчитать, какой инструмент и для какой цели они могут использовать. И, соответственно, знать риски, да, этих финансовых инструментов и знать, кто защищает их права потребителей. Вы видите, 9 направление, оно значительно хромает у нас по уровню финансовой грамотности, даже по знаниям. То есть это общее знание экономики, азы финансовой арифметики. А финансовую арифметику, ну, не обязательно сейчас прям знать, да, если вас это сильно напрягает в плане, конечно, хорошо умеет рассчитывать, но сейчас вам в помощь на том же портале «Хочу, могу, знаю», на сайте «Финансовая культура», на портале «Ваши финансы» есть финансовые калькуляторы для различных целей, то есть как просчитать выгодность вклада, по какой ставке, либо если вы хотите, допустим, получить кредит, как просчитать, какой кредит выгоднее. Есть уже финансовые супермаркеты, да, ну, например, «Банки.ру», где вы можете подобрать в онлайн-режиме сразу и банк, и продукты по банку, если вы хотите, там, я не знаю, карту дебетовую открыть, либо кредитную карту получить, которую выгодно, вы можете уже использовать эти финансовые супермаркеты, все это сравнивать. Говоря о старшеклассниках, ну, вот чему их учить, да, то есть уже как я уже об этом, обо всем сказала, то есть они уже должны знать основу фондового рынка и должны знать, чем будут отличаться финансовые инструменты, допустим, что лучше, сделать вклад, либо положить деньги, ну, то есть инвестировать деньги в фондовый рынок. Они должны четко представлять, что вклады, и вы должны, да, это представлять, что вклады у нас защищаются государством, в рамках одного вклада миллион четыреста, да, у нас есть система страхования вкладов на одном счете, в одном, то есть в одном банке ваш вклад могут защитить в размере миллиона четыреста, поэтому даже если у вас вклады превышают эти суммы, лучше их уже разделить по разным вкладам, по разным банкам. А вот инвестиции у нас ничем не застрахованы, поэтому риски, да, то есть мы говорим о рисках, о том, что риски можно страховать в виде страховых программ, например, зарубежные инвесторы, они страхуют риски своих инвесторов, да, физических лиц и юридических лиц. В нашей стране пока еще страхование именно вот в рамках фондового рынка не распространено. И, соответственно, вот тема финансового мошенничества, она вообще глобальная, мошенники всегда, ну, я честно называю их талантливыми людьми, почему? Потому что они погружаются, изучают и идут всегда, пытаются идти впереди, да, впереди нас, чтобы попытаться нас обмануть. Поэтому мы тоже должны подтягивать свои знания и уметь школьников направлять, ну, не только школьников, но и студентов говорить, где они могут эту информацию новую подчеркнуть. Опять я обращаюсь к долл-игре, да, и игры для старшеклассников также на сайте фонд в будущее у нас есть. И на портале еще хочу, могу, знаю, так, не включила сюда, да, но у меня где-то здесь вот она, есть эта ссылка на портале хочу, могу, знаю. Мне еще нравится квест «Финансовые будни», когда мы Вениамину помогаем, вот я вам сюда ссылочку сбрасываю, я думаю, что это старшеклассникам и студентам будет интересно, когда мы помогаем Вениамину вот распорядиться его деньгами. И еще один на сайте «Вклад в будущее» есть мобильное приложение, оно так и называется «Вклад». Вот если вы пройдете, поищите, так, сейчас я вам попытаюсь, «Вклад мобильное». прокачать свое финансовое благополучие, я рекомендую даже вам поиграть в эту игру. Я думаю, что вам она будет интересна и порекомендуйте ее детям. Там нужно пройти, прокачать действительно свое благосостояние с учетом использования всех финансовых инструментов. И вот на сайте «Хочу, могу, знаю» и вот в этой игре от Сбербанка идет вот красная линия такой, да, жизненной установки, что не просто стать богатым, а стать счастливым. Потому что вы не можете заработать деньги, просто начать работать, 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 зарабатывать деньги, тогда страдают какие-то другие области вашей жизни. Поэтому вот игры и веб-квест «Помоги Вениамину». И вот этот вот вклад, они заостряют внимание на том, что нужно рассматривать свою жизнь в такой гармонии, да. То есть только деньги, они не помогут. Поэтому нужно работать вообще со всеми сферами своей жизни и уметь использовать именно финансовые инструменты, то есть страхование жизни, инвестиции, инвестиции в образование, инвестиции в себя, да, в какие-то маленькие там удовольствия. Эти игры тоже позволяют это сделать. Кроме этого, если мы берем глобально уже старшеклассников и студентов, то с шестого где-то класса студенты, школьники и уже заканчивая там студентами, могут участвовать в Олимпиаде, во Всероссийской Олимпиаде по финансовой грамотности. Так, Петр, понимаете, здесь я не могу вот сто процентов вам гарантировать, что это безопасно на учебных или книжных сайтах. Это при покупке, да. Но когда вы там начинаете покупать, вас перенаправляют, вот эта система сайтов перенаправляют на платежные системы, которые, ну я думаю, что там у них сертифицировано все. Поэтому если это не фишинговый сайт, я думаю, что опасности большой нет, потому что все магазины, они, я думаю, что вот все сайты онлайн-магазинов, они с ССЛ этими сертификатами, я не сильно разбираюсь сразу, скажу, в технической стороне, но если у вас вызывают подозрение какое-то, ну просто можно там, я думаю, что везде есть вариант получить квитанцию, уже по квитанции просто оплатить, если вызывают сомнения. То есть любые сомнительные сайты, причем, смотрите, недавно столкнулась с тем, что коллеги поделились, что, например, онлайн-банк Сбербанк, да, не дает фрод вот эти сайты, фишинговые сайты, не дает, не проводит оплату, то есть система, вот так называемая система фрода работает. Может быть, это не во всех сейчас банках, то есть вам могут даже не пройти оплата, то есть банк будет тормозить оплату, если там какой-то подозрительный сайт, и у банка вот система безопасности срабатывает. Итак, смотрите, о чем я еще хотела сказать, что призывайте ваших учеников, вот обычно с осени начинается регистрация на Олимпиадах, то есть есть Олимпиада для, Всероссийская Олимпиада по финансовой грамотности, для школьников. Есть очень интересный, вот на сайте Финкап, Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности, там тоже и школьники, и студенты могут участвовать. Есть онлайн-игра портфолио, ну и так далее, да, то есть мы будем в других вебинарах еще рассматривать различные с вами сценарии. И как я обещала, приглашаю, да, то есть я летом тоже работаю, как, ну вот в группе, да, мне этот проект, мой проект, он пока для, ну такой интересный для меня, поэтому я его развиваю. И у меня уже давно просят курс по финансовой грамотности, боюсь обещать, но очень хочу к сентябрю все-таки доработать, потому что материала накопилось уже очень много, и он у меня уже оформляется в такие, ну, учебное пособие и мини-курсы типа вот нескучных финансов для педагогов, там или гидов по финансовой грамотности, там для воспитателей и так далее. Пока я вот, ну, с вами делюсь таким обзором. Мне тоже было с вами очень приятно, у нас сегодня очень активный чат. Вступайте в группы, вот я сбросила выше ссылочку. Все летом мы будем с вами, я всегда руку на пульсе держу, потому что летом проводятся обычно онлайн-фестивали по финансовой грамотности, много всего интересного. Я всегда анонсирую в группах и конкурсы, там и гранты и так далее. Сейчас вот прохожу обучение по оценке качества дошкольного образования. Поэтому в группах я всегда пытаюсь делиться всем интересным, все, что есть, ну и своими мыслями по поводу развития именно вот в рамках обучения финансовой грамотности. Спасибо огромное за внимание. Я, может быть, вопросы, если пропустила в рамках вопросов, я не вижу, но если вдруг кому-то не ответила на вопрос, пожалуйста, продублируйте. Спасибо вам огромное за отзывы. Спасибо большое. Есть вопросы? Я немножечко еще минуточку подожду. Есть ли полный список сайтов каких? Ну вот в презентации я, в принципе, этот список уже вам по максимуму попыталась перевести. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Если у вас будут вопросы, приходите в группах. У меня в ВКонтакте там даже встроен виджет. Вы можете лично задать вопрос, да, с вами поздороваются. И вы можете лично мне вопрос направить. Он ко мне придет, я постараюсь ответить. Спасибо всем огромное. Отличного лета, отличных знаний, финансовых целей и их достижения. Спасибо огромное. Всего всем доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok